Всем привет! Сегодня видео о парфюмах, о парфюмах арабских брендов. Я открыла для себя, начнём с того, что я открыла для себя арабскую парфюмерию. И этому очень рада, потому что это выгодно по объёму, это выгодно по цене, и это достойные внимания и моему, и вашему парфюмы ароматы. То есть по качеству они ничуть не уступают, допустим, европейским каким-то брендам и тому подобное. Но цена и объём, да, то есть выгодные, вот, для покупки. Первым моим арабским ароматом был парфюм от бренда Латафа. Выпущен он в 2021 году. Это отдельное, вообще, отдельное внимание нужно, как бы, обратить на упаковку и флаконы. Упаковка красивая, сам флакон тяжёлый, смотрите, как он выполнен, очень красиво. Это 100 миллиграмм, вот, в золоте, да, деревянная крышка. Давайте по аромату. Я буду подглядывать на листочек, я выписала, потому что я это всё не запоминаю. Значит так, верхние ноты – это фрукты, фруктовые, средние ноты – роза и жасмин, и базовые ноты – ваниль, мускус, амбра и кедр. Это такой опьяняющий для меня аромат. Вот, вот, в нём какая-то присутствует холодинка. Его, я могу его, могу его представить и на мужчине. Он и заявлен, как бы, аромат для мужчин и для женщин. Но, ну не знаю, мне больше, конечно, он сидит на женщинах, как бы, очень красивый аромат. Присмотритесь. Держится лично на моей коже, на моей одежде. Держится целый день и, по большому счёту, его дополнять не нужно. Не нужно, но если, я люблю, когда я, как бы, вот эти первые, да, первые, когда вы наносите аромат. И, извините, если я буду вверх-вниз, потому что я сижу на корточках и у меня устают ноги. Вот, то есть, обратите внимание, очень красивый, такой вот опьяняющий аромат. Я не знаю, какая нота у меня здесь вообще. Какой он красивый, просто красивый аромат. Присмотритесь, я вам советую. Вот, ну, конечно, если можете протестировать, протестируйте, потому что, вот, я смотрела некоторые обзоры, да, то, вот, как раз какая-то нотка, девушка рассказывала, её отталкивает от этого аромата. Не знаю, меня здесь ничего не отталкивает. Наоборот, вот, какая-то нота, она меня прям, прям подталкивает нанести его. Вот такой вот аромат, 100 миллиграмм, я уже сказала, да, латафа, аджмал, аджват, аджват. Дальше, дальше аромат, вот такой вот. Ещё хочу сказать, что в основном ароматы арабские сделаны, как бы их покупают как аналог на какой-то более дорогой европейский, да, аромат. Вот, но я этого не делаю, бывают совпадения, но вот одно из них, это, это у нас Альхамбра, Глациер Белла, Глациер или Глациер, Глациер, наверное, вот так вот читается. Если вы интересуетесь парфюмами, то вы можете сразу понять, да, какой, какой, на какой аромат он похож. У меня есть пробник. Аромата от Джон Паул. Называется Гальтьер, да, Гальтьер или Джалеттиер. Вот, и это действительно, как бы, аналог на этот парфюм. Ноты, средние ноты, вернее, здесь три ноты. Груша, бергамот и ваниль. Он очень красивый. Очень красивый, но, опять-таки, цена этого аромата, тут 30 миллиграмм, я не помню, 30 или 50 миллиграмм по скидке тут на интернет-магазинах в Чехии, да, до 2000, вот не помню, 30 или 50, 30, по-моему. Ну, то есть аромат дорогой. Аромат дорогой, он красивый, он такой прям, на мужчине нет, это чисто женский аромат. Опять-таки, смотрите, сама бутылочка очень красивая, тяжелая, она не дешевая. Знаете, если есть недорогие ароматы, там вот бутылочки не очень красивые. Здесь же все выполнено очень красиво, очень достойно, то есть прилично, и на подарок, и на подарок себе это выглядит очень достойно. Вот, поэтому советую, я ноты уже сказала, груша, бергамот, ваниль. Красивейший аромат, просто. Вот. Дальше аромат Infinity Rose от Alhambra тоже. Упаковка тяжелая, это все 100 миллиграмм у меня. Упаковка тяжелая, вот такая вот матовая. Матовая. Пробочка тоже тяжеленькая. И этот аромат, ноты, верхние ноты, розовый перец, гидион, гидион, чтобы это не значило гидион, я не знаю, как звучит гидион, бергамот. Средние ноты, болгарская роза, турецкая роза, египетский жасмин, ваниль и янтарь. Вот этот аромат я могу представить на мужчине. И опять-таки, не специально, заказывала я, значит, пробник на аромат от Montal. Вот. От Montal Arabian Tonka. Правильно я говорю? Да. Arabian Tonka. Девушка рассказывала, что он умопомрачительный, что он очень красивый такой прям. И я решила заказать, думаю, сначала хотела заказать как бы полную версию, да, 100 миллиграмм. Потом, думаю, не, закажу пробничек, потом посмотрю. Вот. И когда я его получила, нанесла, походила и подумала, что он мне что-то напоминает. Думаю, по-моему, что-то у меня такое есть. И это действительно вот напоминает вот этот аромат. Infinity Rose от Alhambra. Поэтому, если вы не хотите тратиться на Montal, вот эта Arabian Tonka, то можете приобрести вот этот аромат. Он немножко в каких-то, в каком-то, вот в начале он может немножко разниться, но когда он усаживается на коже, это как бы, ну, я не знаю, это какой нос надо иметь, чтобы немножечко чем-то, вот какая-то нотка. Montal более, немножко-немножко дымней, наверное. Дымок какой-то здесь присутствует. А здесь более, вот, не знаю, или роза проявляется, вот как-то так. Ну, то есть, это вообще минимальное. Поэтому присмотритесь к этому аромату. Очень красивый, очень достойный аромат. Вот парфюм. Дальше. Дальше парфюм у нас идет тоже Alhambra. Narcotic Flower. Edition Rouge. Вот такой вот. Я поняла, это типа как аналог на Esnihila, да? Или как он правильно там говорится. Значит, ноты Персик, Бергамот, Личи, средние ноты Жасмин, Пион, что это такое? Апельсиновый цвет и ноты базовые, Мускус, Древесные аккорды и Мох. Вот этот аромат вслепую не нужно покупать. Я его купила и он мне и разочаровалась. То есть, он мне как-то сразу не зашел. Но вы можете видеть, что я его уже использовала. И он хорошо раскрывается вот когда уже весна. Вот на раннюю, наверное, ой, птицы у нас поют за я просто по второму кругу уже снимаю этот ролик и у меня пересыхает горло. Так что извините, если я кашляю. Вот этот аромат раскрылся в теплой погоде, вот весенней такой, да, очень красиво и он мне очень понравился. но вслепую опять повторюсь, не нужно покупать. Надо вот в какие-то вот когда у меня повышенное давление, у меня бывает давление повышается, я очень такая метеозависимая, и тогда он мне как-то не заходит, мне от него плохо. А вот сейчас прям вот я его хожу и вот поднюхиваю. Очень красивый аромат. Вот. Дальше и опять-таки флакон, выполнение флакона, коробки, аромата, это все как бы вообще не уступает европейскому люксу. Ну, вообще ни в чем. Дальше давайте дальше. Лос черри, ну, здесь только наоборот, черри лос, 100 миллиграмм, это флавия. Вот это я поняла, что это как бы аналог на Том Форда, да? Значит, здесь написано, что здесь турецкая роза, слива, гвоздика, жасмин, бобы тонка, ваниль и почули. Здесь вообще вишня не указана. Я не знаю, как это. Но пахнет это, чтобы вы понимали, вот когда варишь, готовишь компот вишневый, сладкий вишневый компот, насыщенный такой, нет, там, немножко вишен, да, вы положили, а вот прям много вишен, и вот вы сварили этот компот, и он вот так вот пахнет. Я не слышу здесь вот этих указанных нот. Я слышу здесь эти вишни, ну и наверное, как бы для сладости, здесь не такая прям сладость, знаете, прям это не варенье, это именно компот с такой малой долей кислинки. Ну вот, настоящий вишневый компот, насыщенный такой, вкусный. Так что присмотритесь тоже, я не знаю, как Том Форд пахнет, аромат, я его не слушала, поэтому я покупаю как самостоятельно, если иногда совпадает с какими-то ароматами, вот я вам об этом говорю, а так я их покупаю как самостоятельные, отдельные вот парфюмы, не как аналоги. Вот. Дальше у нас идет Росаси, этот аромат я покупала уже давно, он у меня уже, наверное, второй год. Вот. Тоже название не могу прочесть, он тут по-арабски написано, вот такой вот бутылек, его можно увидеть, он есть в интернет-магазинах, его сразу по бутыльку можно увидеть. Вот. И здесь ноты амбра, ой, извините, я не скажу вам ноты, я вам опишу его в общем, а ноты, кстати, я не нашла. Вот. Так что это, знаете, какое направление? Если у вас есть, или вы тестировали аромат от Мюглер туфельку вот классическую, вот это направление, это прям направление, это прям туфелька от Мюглер, она у меня тоже есть, но она в сумочке, опять-таки, может какие-то незначительные, там, нотка, какая-то может нотка, там, но вот направление тоже, то есть я их наносила вот так вот на руки, и они мне одинаковые, так что вот, если вы хотите тоже как типа как замену, или не знаю, или, то обратите внимание, хотя он как бы на то время не так-то и бюджетно стоил, я не знаю, сколько он сейчас стоит, вот, присмотритесь, очень такой, он сладкий, обволакивающий такой, тоже красиво раскрывается в теплой погоде, хотя и зимой тоже очень красиво слышится, вот, и знаете, что, и вот я внесу сюда к арабским ароматам, аромат от, ароматы от Монталь, в принципе, все ароматы от Монталь, потому что, потому что, потому что, несмотря на то, что это французский парфюмер, да, он как бы муза для него, и вдохновлялся он Востоком, то есть, восточными парфюмами, восточными парфюмерами, он ездил на Восток, он учился этому там, и вдохновлялся, поэтому все ароматы у него, вот, восточные, на европейский лад, как бы, не пойму, кто там, кто-то сигналит, вот, вот, у меня есть лоубан, у меня был Вилд Пирс, я его оставила, когда ездила домой, в Старобельск, сестре оставила, вот, тоже красивый, фужерный такой, извините, оказывается, это сигналили нам, я думала, это к соседям, это к нам, постоянные какие-то вопросы, у нас нету чешского телевидения, уже многие годы, лет семь, наверное, если не больше, а нам шлют вот эти вот всякие там приказы, приказы, в итоге надо вот, уже муж ездил, писал заявление, что нету у нас, мы не используем чешское телевидение, у нас свое есть интернет, там все равно вот надо заплатить теперь, вот, ладно, это все второстепенное, о аромате, я вам говорила, остановились мы на лоубан, да, красивый, красивый аромат, дорогой аромат, амбра, ут, розовый аромат, теплый, пряный, дымный, мускусный, свежий, пряный, я не знаю, как здесь все это вмещает в себя, свежий, пряный, да, он пряный, он, я не знаю, вот здесь такие ноты написаны, а мне это слышится, как, такой, знаете, миндальное масло, или миндальный такой аромат, сладкий, обволакивающий, от дымный, да, я слышу, амбра, мускуса я здесь не слышу, как таково, хотя, манталь, мне кажется, мускус у них везде присутствует, ну, то есть, красивый аромат, богатый аромат, аромат, вот, знаете, такого вот, какого-то роскошества, я не знаю, загорелая, такое, ухоженная, загорелая, ухоженная девушка, в красивом, длинном, там, сарафане, украшения, массивные, вот, как-то так, у меня картинка слаживается, так что, к монтажу тоже присмотритесь, на этом все, я думаю, надеюсь, что видео вам понравилось, описание, я не эксперт в парфюмерии, можно сказать, я только начинающий, я парфюмы всегда любила, как бы, у меня всегда было больше, там, двух-трех ароматов, но сейчас, вот, именно арабская парфюмерия, меня прям поглотила, и мне прям хочется постоянно, что-то, какой-то аромат приобрести, и опять-таки, я отложила уже в корзину, несколько ароматов, наверное, надо не по одному аромату, а вот, хотя бы там, по два, по три аромата приобретать за раз, вот, так что, да, на этом все, пишите ваши открытия, какая парфюмерия нравится вам, что для вас, как бы, кусаются цены, либо же вы не смотрите на цену, когда покупаете аромат, мне жалко, честно сказать, отдавать большие деньги за ароматы, я понимаю, что это работа, да, и что это, какие-то ингредиенты, там, подешевле, подороже, я это все понимаю, но в основном, всегда берется за упаковку, за бренд, да, за само название, и поэтому цена вот такая вот огромная, вот, арабская парфюмерия дает нам возможность, почувствовать вот это вот, роскошество все, не тратя на это большие бюджеты, да, вот, на этом все, чтобы не тянуть больше время, пишите, подписывайтесь на мой канал, и я не выпускаю сейчас много видео, мои подписчики, которые не оставляют меня, спасибо вам большое, потому что мне хочется искренне о чем-то делать видео, и когда есть настроение, вот, когда вот именно, знаете, вот хочется что-то вот рассказать, вот, поэтому, да, я делаю этот канал не для, там, какого-то заработка, да, а делаю это для себя, для вас, и на этом все, увидимся, пока!